Пандемия коронавируса изменила жизни миллионов людей. Говорят, самоизоляция поможет нам остановить болезнь, и чем строже мы будем соблюдать карантин, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни. Но большинство людей оказались совсем не готовы к тому, что им придется провести месяцы без близких и любимых людей. Как показывает статистика, пожилые люди находятся в повышенной группе риска. Им рекомендуют максимально избегать контактов с людьми, которые могут быть переносчиками вируса. Поэтому многие должны отказать себе в обществе детей и внуков. И время карантина становится настоящей пыткой. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Чтобы облегчить жизнь своей семье, женщина по имени Лорен Дорис придумала оригинальный лайфхак. Ее мама с момента объявления карантина не выходит из дома. Пожилая женщина боится заразиться коронавирусом, ведь понимает, что в ее возрасте болезнь может быть очень опасной. Но провести несколько месяцев в полном одиночестве невероятно сложно. Первое время звонки по скайпу и телефонные разговоры хоть немного компенсировали разлуку. Но с каждым днем переносить одиночество становилось все тяжелее. Глядя на страдания мамы, Лорен начала придумывать план. И очень быстро ей пришла в голову гениальная мысль. В тот же день Лорен спросила маму, можно ли немного поколдовать над дизайном окна в ее гостиной. Мама, конечно же, согласилась. Ей было очень интересно, что на этот раз придумала ее креативная дочь. Чтобы затянуть проем в окне, Лорен купила специальную пленку, а потом сделала в ней прорези для рук. Мама все еще не понимала, что происходит. Когда все было готово, Лорен позвонила своему мужу, чтобы тот привез детей. Теперь внуки могли подойти к бабушке и обнять ее. Мама Лорен была просто счастлива. Когда она увидела внучек, то не смогла сдержать слез. Подумать только, она не видела своих малышей почти два месяца. Конечно, такие объятия сквозь пленку не решают полностью проблему. Но теперь переносить самоизоляцию пожилой женщине стало гораздо проще. Впервые за много дней она искренне улыбнулась. Процесс воссоединения семьи Лорен сняла на видео и поделилась им в соцсетях. Ролик безумно понравился пользователям сети. За несколько часов он собрал десятки тысяч просмотров и множество положительных комментариев. Фолловеры Лорен писали, что видео тронуло их до слез. И со временем оно может стать очень яркой иллюстрацией того, как во время пандемии люди сохраняли оптимизм и дарили близким тепло и заботу. Многие также отметили, что и сами попробуют воплотить этот лайфхак и поблагодарили Лорен за то, что поделилась своим изобретением. «Это просто гениально. Кто-нибудь дайте этой женщине Нобелевскую премию за лучшее изобретение. Лорен, вы такая молодец. Настоящий пример. Смотрю эти кадры и плачу. Это так трогательно. Здоровье и бабушке и деткам. Я вот все думала сделать что-то подобное, но никак не могла собрать мысль в одну идею. А тут такой лайфхак. Большое спасибо. У моей сестры завтра день рождения. Я очень переживала, что не смогу лично поздравить и обнять ее. А сейчас еду в магазин за пленкой. Спасибо, Лорен. Вы настоящая волшебница, добрая фея из эпохи коронавируса. Пишут фолловеры в комментариях под видео. Лорен очень рада, что ее идея получила такой отклик в сердцах людей. Она и не ожидала, что из ее затеи получится такое волшебство. Женщина надеется, что скоро власти ослабят карантин, и тогда ее дети смогут увидеться с бабушкой и провести с ней хоть какое-то время. Бабушка уже пообещала внукам испечь их любимые черничные кексы. Они ждут этого дня как праздника, а пока каждый день приезжают к бабушкиному дому, чтобы обнять ее через защитную пленку. К слову, к подобным хитростям прибегают многие люди с разных уголков планеты. Например, малышка из Калифорнии создала настоящий защитный экран, чтобы обнять свою бабушку. Что же, тяжелые времена требуют отчаянных и смелых поступков. Остается только надеяться, что скоро пандемия закончится, и мы снова сможем вернуться к привычной жизни. И сможем обнимать тех, кого любим, не боясь стать для них бомбой замедленного действия.